Лира Алая Глава первая Вернее всего, женщин губят жалость. И тех, кто коня на скаку остановит, и тех, кого в другой мир забросили. Я всегда знала, что жалость отправит меня на тот свет. Дважды не получилось, но в третий раз наверняка. — Женщина, ты хочешь, чтобы я весь твой приют с монстрами, маленькими невоспитанными монстрами, переместил прямо в центр своего тихого спокойного леса, потому что глупые людишки затеяли войну, а сражаться будут прямо на границе моего леса? — Этот мужчина, красивый мужчина, стоит отметить, смотрел на меня зло и холодно. Я его понимала. Если бы ко мне пришли с такой просьбой, я бы вышвырнула просителей вон. Какой ему резон превращать свою мирную и размеренную жизнь в бедлам? Терпеть погрызенную мебель, спиленные деревья, когда двухвостый кот точит свои когти? Это не шуточки. Вой по ночам, сопение, цокот когтей, копыт, хлопанье дверей, ведущих к съестным запасам, крики о том, что кто-то снова отбил мизинчик. Мужчина продолжал смотреть на меня пристально. И я продолжала смотреть максимально жалобно. Нет, я не думала, что можно разжалобить человека, который получил титул короля монстров, навел порядок в лесу, пугал всех известных охотников, воинов и героев. А еще он командовал монстрами, которые проживали в этом лесу, решал их споры и поставил самый мощный защитный барьер за всю историю этого королевства. Не думаю, что такой человек способен из жалости делать глупости, но я искренне надеялась, что он хотя бы не попытается меня убить. Я была с ним знакома, пришлось несколько раз пересечься. Не слишком близко, даже имени не знала. Однако достаточно, чтобы не лишиться головы прямо на месте. Но если брать в расчет наглость и безбашенность моей просьбы, то в скором времени шансы быть обезглавленной у меня точно появятся. Да, верно. И они очень даже воспитанные. Просто еще маленькие. Поправила я короля монстров, постаравшись как можно вежливее улыбнуться. Терять-то уже нечего. Жалость. Именно она стала причиной всех моих неприятностей. Я планировала спасти дракона только через три дня. По всем параметрам это было оптимальное время. И охрана расслабится из-за праздника в городе, и один мерзкий недомаг с титулом, который мучил дракона, задержится в одном интересном доме, где обычно задерживаются многие мужчины. Ничто не помешало бы мне вытащить дракона из клетки, использовать телепорт, а после выпустить монстра на волю. Но я решила проверить расположение коридоров, чтобы ничего не напутать во время столь ответственной операции. Подвал этого городского особняка описывался почти как лабиринт. На деле все оказалось намного проще. Я ничего не напутала. Оказалось точно в нужном месте. Перед клеткой с драконом. Дракончиком. Маленьким и совсем невеличественным. Не слишком большое тело с тонкими рожками на голове. Грязно-серая шкура, на которой не было живого места. Где-то царапины, где-то раны, а где-то почернение. Такие пятна возникают только в том случае, если намеренно и с четким пониманием выкачивать энергию, не давая дракончику восстановиться. А царапины? У драконов, даже таких маленьких, очень крепкая шкура. Чтобы оставить на ней рану, надо ударить специальным холстом, закаленным в магии, не меньше десятка раз. Я сглотнула. На шее дракончика плотный ошейник, блокирующий магическую силу. На лапах — вживленные кристаллы, не позволяющие использовать физическую силу, чтобы сбежать. Я осмотрела обстановку и почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Хлыст, которым наносили раны дракончику, как и приспособление для забора магической энергии, лежали прямо на столе недалеко от клетки, не оставляя простора воображению. Я планировала спасти дракончика через три дня. Я планировала на три дня оставить ребенка в этом месте. Именно ребенка. Драконы в этом мире не просто звери или животные, они разумны, а их чувства и восприятия сходны и сравнимы с человеческими. То есть дракончики фактически как обычные человеческие дети, только тело у них не человеческое, а драконье. Я шагнула вперед. Дракончик, который дышал явно более часто, чем требовалось, поднял голову и посмотрел на меня. Нет, в его глазах не было ни радости, ни ожидания, лишь равнодушие. Я не была человеком с высоким уровнем эмпатии, не мечтала спасти мир и всех существ во всем мире. Более того, я хотела жить без забот и не беспокоиться ни о ком, кроме себя. У меня была трудная жизнь, я имела права быть эгоисткой. Три дня. Оставить дракона здесь на три дня было абсолютно неприемлемым и невозможным. Я подошла еще ближе к клетке. Магическая сигнализация. Два замка на клетке, потом кандалы на драконе. Магическую сигнализацию заморозить, посыпать крошкой магического льда. Замки распилить зачарованным ножом, который режет любой металл, как масло. Также поступить и с ошейником. Дракончик оказался тяжелым. Куда тяжелее, чем можно было судить по его виду. Но идти сам он явно был не в состоянии. Я пронесла его всего ничего, а руки уже начали ныть. Но если я сейчас сняла бы с него ошейник и использовала камень восстановления, то нет гарантии, что в гневе он не уничтожил бы дом и меня заодно. Единственное, что радовало, дракончик молчал. Не кричал, что его похищают. Не пытался заговорить или вырваться. Тогда нас бы наверняка поймали. Несколько раз пришлось пройти мимо помещения охраны, а они точно бы услышали малейший шум. Чудо уже то, что меня до сих пор не засекли. Когда я выбралась из особняка, вздохнула с облегчением. Кто бы подумал, что в таком милом домике, прямо в центре города, творились подобные мерзости. Я поморщилась, а потом огляделась. Вариантов, куда бежать, было два. Поискать убежище неподалеку и переждать или попытаться добраться до подготовленной мною точки телепортации. Первый вариант не самый безопасный, зато наиболее комфортный. А вот второй более надежный в плане побега. Но времени на размышления мне не оставили. В этот момент раздался сигнал тревоги. Рев магического оповещателя потряс особняк. Дракончик в моих руках вздрогнул, а я совершенно неприлично ругнулась и помчала со всех ног в переулок, надеясь, что тот не закончится тупиком. Бежать было неудобно, к тому же я не настолько хорошо знала здешние места, потому что жила в другом городе. За мной гнались. Я слышала топот и крики благодаря заклинанию усиления слуха. Пришлось покрепче обхватить притихшего дракона и ускориться. Его молчаливость и отрешенность немного настораживали, но шумноватое дыхание успокаивало, детеныш был жив. Я прибавила шагу, надо было где-то спрятаться. Забежав за угол, перевела дыхание. Преследователи были еще далеко, но приближались неотвратимо. Как они вообще поняли, что мы с драконом убегаем в этом направлении? В переулке было темно, поэтому я зажгла искорку света и стала осматривать дракончика. Кристалл! Кристалл-следилка на хвосте! К счастью, совсем маленький. Ему можно было удалить при помощи магии. Я присела на корточки, уложила дракончика к себе на колени и зашептала заклинание. Пальцы чуть замерзли, на улице было прохладно. Руки онемели от веса монстрика, потому движения были неловкими, да и звуки погони не добавляли мне сноровки. Наконец я вытащила кристалл и даже не поранила дракончика. Порывшись в кармане, достала исцеляющий кристалл, совсем не похожий на тот, что вживили в дракончика. Раздавила исцеляющий камень и присыпала раны. Я ожидала, что дракончик тут же задвигается, станет более активным или хоть как-то проявит себя. Я ведь подлечила его. Но он по-прежнему вяло лежал на моих коленях. Ничего не поделаешь, видимо, ему нужно время. Я размахнулась и забросила извлеченную следилку на чью-то крышу. Пусть теперь преследователи помучаются. Но и положеницы. Казалось, что хуже уже быть не может. Но тут стал накрапывать дождь. К усталости мне не хватало только промокнуть насквозь. От злости я шагнула шире, чем следовала, и чуть не поскользнулась на брусчатке. Стоп, если брусчатка, то главная улица близко, а там и до телепорта недалеко. Как только я с дракончиком до него доберусь, то о преследователях можно забыть. У порталов тут одна особенность. Они одноразовые. Один магический круг там, откуда телепортируешься. Второй, куда телепортируешься. Портал использовал, он исчезает. Более того, создать круг для телепортации очень сложно. Нужны не только навыки, но и большое количество магической энергии. Но, кажется, не зря я с телепортами возилась. Я выскочила на главную улицу, едва не сбила нерасторопную даму в длинном платье и свернула в сторону городского парка. Еще минутка, и портал. Я уже слышала позади крики с призывом задержать воровку и преступницу. Но мне было безразлично. Я ступила в магический круг, активируя портал. И тут же вместо парка передо мной появилось поле. А вдалеке показался город, в котором я ныне проживала. Мы благополучно сбежали. Дракончик вздохнул и пошевелился. «Ну что?» — спросила я у него. «Мы выбрались. Как самочувствие?» К сожалению, меня проигнорировали. Я спустила дракончика на землю. И теперь он стоял немного пошатываясь. И осматривал поле, словно видел его впервые. Хотя почему словно? Этот малыш ничего, кроме подвала урода мага и равнодушных лиц охранников, и не видел. Что же, можно использовать камень восстановления. Я наклонилась к дракончику, но он резко отскочил. Точнее, попытался. Видимо, одна из лап была повреждена, потому что он тут же плюхнулся на попу. Вдохнув, я таки достала магический камень восстановления. Разломав его над драконом, вытряхнула осколки, которые тут же прилипли к коже детеныша и впитались. Ярко-зеленый свет окутал его, а раны моментально затянулись. Но вспышка была ого-го. Хорошо, что я не стала применять исцеление раньше. Нас бы нашли моментально. Следом я разломала над ним еще и камень очищения. Пятна крови и прилипшая грязь не добавляли хорошего самочувствия никому. А дракончик-то симпатичный. Серый цвет не казался тусклым и блеклым. Скорее, он выглядел благородным. Сейчас только излишняя худоба выдавала, что он прожил всю свою жизнь в тюрьме, а не на воле. Эй, я знаю, что ты можешь разговаривать. Хватит прикидываться немым. Сказала я дракончику, который смотрел на меня отнюдь недружелюбно. Добрый, притворяешься. Прищурился он, а потом гордо вскинул крылья. Хочешь меня использовать? Вовсе нет. Словно я не знаю, что людям нужна только моя сила. Зло сказал дракон. Я сильный, и я планирую держаться как можно дальше от людей. Наверное, не будь он таким маленьким и хорошеньким, это прозвучало бы угрожающе. Но я с ужасом поняла, что испытываю практически умиление. Хорошо, согласилась я с драконом. Пока ты не вырастешь и не наберешься опыта, для тебя и впрямь будет лучше держаться подальше от людей. Очень мудрое решение. Да, ведь я мудрый. Возвестил дракон, а потом подозрительно прищурился. А почему ты со мной соглашаешься? Потому что ты прав, вот я и соглашаюсь. Невозмутимо ответила я. Я собираюсь пойти туда, куда захочу, заявил дракончик. Хорошо. Я ухожу. Дракончик повернулся ко мне спиной. А, подожди. Я едва не хлопнула себя по лбу, чуть не забыла. Что? Ты мне соврала, человек? Не хочешь меня отпускать, хочешь приручить, да? Использовать. Вы, люди, только и умеете, что использовать других. Я вздохнула. У меня не было ни малейшего желания переубеждать этого упрямого ребенка. Не потому, что он полностью прав, а потому, что ему так будет безопаснее. Драконы и впрямь были сильными, самыми сильными существами в этом мире. Но их можно было обмануть. Чем меньше доверия у дракончика с детства будет к людям, тем ниже шанс, что он снова попадет в такую ситуацию. Это карта. Я положила перед дракончиком светок, а потом рядом опустила мешок. А здесь еда на два дня. Все, больше не останавливаю. Дракончик смотрел на меня пораженно, но потом гордо фыркнул, провел лапой над вещами, и те сразу же исчезли. Ну, кажется, моя задача выполнена. Я развернулась и пошла в сторону города. Дракон увязался следом. Я шла уже полчаса, но он не отставал. Я остановилась и вздохнула. Разве ты не сказал, что уходишь? Верно, я ухожу. Тогда почему ты идешь следом за мной? Ты что-то путаешь, человек. Гордо возвестил дракончик. Это ты идешь следом за мной. Мне сменить направление? Поинтересовалась я. Разумеется, нет. Я решил, что ты уходишь вместе со мной. Глава вторая. А кто у вас под плащом на плече, госпожа? Спросил стражник, у городских ворот устало зевая. Прирученная Виверна. Только недавно поймала. Она еще пугается незнакомых людей. Надеюсь, вы нас пустите? Я улыбнулась как можно дружелюбнее и опустила в карман стражника одну серебряную монету. Только зарегистрируйте побыстрее. Добродушно посоветовал мужчина. Что ж, деньги везде делали свое дело. Что в прежнем мире, что в этом. Какая я вам... Ф... Фм... Начал было дракончик, но я аккуратно сжала его мордашку рукой через плащ, чтобы он нас не сдал. Скажешь, как пройдем ворота? Шепнула я. Только так, чтобы тебя слышала только я. Это для твоей же безопасности. Человек, ты меня почему назвала Виверной? Ты не знаешь, чем дракон отличается от Виверны? Ты пыталась меня... Оскорбить? На меня палился возмущенный злой шепот дракона, когда мы только-только отошли от ворот. Виверны! Они же неразумные, глупые, не говорить, не читать не умеют. Разумеется, я не пыталась обидеть дракончика. Дело в том, что в этом мире существовало два вида магических животных – обычные и монстры. Монстры, в отличие от обычных, были наделены разумом, не уступающим человеческому. Многие из них даже умнее людей и, разумеется, сильнее – и физически, и магически. Поэтому монстрам закрывали доступ в города. Некоторых монстров люди приручили, таким разрешали входить в город вместе с хозяином. Но драконы – это исключение. Из-за могущества их не впустили бы ни на каких условиях. Разумеется, все это объяснять дракончику было слишком долго, поэтому я ловко перевела тему. «А ты умеешь?» – заинтересовалась я. «Пока не умею, но обязательно научусь. Знаешь, как быстро драконы учатся?» Гордого просил дракон, но всю его речь прервало урчание желудка. «Расскажешь, когда поедим?» – сказала я. Сейчас я говорила громко, ничуть не скрываясь. На городской улочке стоял шумгам, поэтому никто на меня внимания не обращал. Мне этот город вообще нравился. Похожий на средневековый, но благодаря магии отнюдь не вонючий или грязный, он производил приятные впечатления. И, что самое важное, был достаточно большим, чтобы никто не обращал на странную незнакомку внимания. В те первые дни, когда я только-только попала в этот мир, мне это очень выручало. «Человек? Человек, ты поэтому назвала меня Виверной? Потому что я читать не умею, да? Мне уже целых шесть лет, а я не умею ни читать, ни писать?» Встревоженно спросил этот ребенок. Я нахмурилась. Дракончика было жалко. Он провел в этом подвале целых шесть лет, где не видел ничего, кроме пыток и экспериментов. Как бы он чему-то научился. Уже то, что он неплохо разговаривал, говорил о том, что он по крупицам собирал любую доступную информацию, даже если единственным источником были разговоры охранника и его мучителя. Но я не хотела жалеть этого дракона, не хотела к нему привязываться. Мне нужно было его накормить, рассказать о внешнем мире и отпустить, чтобы потом зажить спокойной жизнью без забот. То, что дракончик решил пока пойти со мной, ничего не значило. Когда я соглашалась с тем, что дракон мудрый, я не лукавила. Все драконы мудры от рождения, в их голове тысячи вариантов развития событий, потому они просчитывают наиболее выгодной. И этот шестилетний дракон не исключение из-за своего возраста. Он сразу понял, что ему выгоднее пойти с дружелюбно настроенным человеком, чем остаться одному в мире, о котором он практически ничего не знает. Сейчас дойдем до постоялого двора, и я куплю нам еды. Проигнорировала я поток вопросов. — Человек, человек, а купи мне лучше книгу, чтобы научиться читать, а? Или как учатся обычные человеческие дети? — спросил дракончик. — Я без еды могу и неделю еще обходиться. Я не хочу, чтобы ты считала меня виверной. — Я не считаю тебя виверной. Обычные человеческие дети учатся в школах, но тебе туда не нужно. Ты сможешь освоить все сам. И запомни, у маленьких детей главная обязанность хорошо питаться и уделять должное время сну и отдыху. Пока ты идешь со мной, ты должен эти обязанности выполнять. Я постаралась ответить как можно обстоятельнее, чтобы исключить все вопросы и прибавила шагу. Не терпелась уже добраться до постоялого двора, где снимала комнату. Наконец-то вход. Я потянула тяжелую резную дверь и вошла в просторное помещение. Из-за стойки мне приветливо улыбнулась девушка, которая распределяла комнаты и отвечала еще за множество вещей от еды до того, чтобы у гостей были теплые одеяла. Это ты идешь со мной, человек. Дракончик тут же стал говорить тише, уже понял, что нельзя, чтобы люди обнаружили его. И я не маленький. Не маленький мне целых шесть лет. Что желает госпожа? Тут же спросила стоящая за стойкой девушка. Желаю продлить комнату на один день, а также заказать еду. У нас сегодня отличное тушеное мясо в горшочке. Тут же обрадовалась девушка. Свежайшее только сегодня утром привезли на кухню. Ну, еще бы не обрадовалась. В этой гостинице были недорогие чистые комнаты, но еда стоила прилично, так что есть постояльцы ходили в ближайшие таверны. Однако кто меня пустит туда с драконом? Точнее, впустить-то впустят, но вызовут стражников и вышвырнут из города, поэтому придется поесть в своей комнате. — Хорошо. Дайте два. Нет, три горшочка. — А четыре? Можно человек? — еле слышно шепнул дракон. — Пять горшочков. Сдалась я, стараясь не обращать внимания на удивленный взгляд девушки. — У госпожи отменный аппетит! — вежливо улыбнулась та. Расчет... Я достала кошель и положила на стойку три серебряные монеты. — Этого хватит? — Да, госпожа, сейчас поищу сдачу. — Не нужно. Позаботьтесь, чтобы хлеб и вода, которые принесут с мясом, также были свежими. — Да, конечно. В своей комнате я облегченно опустилась на кровать, снимая плащ, а юркий дракон тут же шмыгнул прямо к окну и во все глаза уставился на улицу. Но надеюсь, что никто из горожан не рассмотрит его на четвертом этаже. До того, как принесут еду, у меня точно будет не меньше часа. Я уже примерно знала, что и с какой скоростью тут делается, поэтому планировала отдохнуть. Сбросив плащ и обувь, я легла прямо на кровать, рассчитывая чуть-чуть подремать. Вот только в свой расчет я забыла включить неугомонного ребенка, чья мудрость ничуть не уступала любопытству. — Человек, а что такое серебряное ты отдала той девушке? — Деньги. — А что такое деньги? — Это серебряные кругляши, которые можно обменять на вещь, еду или еще что-то. — Человек, все люди такие глупые, как можно отдавать еду за какие-то кругляши. Удивился дракон, более того, даже подпрыгнул, из подоконника приземлился рядом со мной на кровать. Два любопытно горящих глаза уставились прямо на меня, не позволяя избежать ответа. Пришлось объяснять дракончику, что такое деньги и для чего они сделаны. — Человек, я многого не знаю об этом мире. Мне нужно учиться. Сделал вывод дракончик. — Человек, отведи меня к таким же, как я, чтобы они меня всему научили. В будущем я стану великим драконом и обязательно их вознагражу. — Не могу, — честно ответила я. — И тебя я тоже вознагражу. — Все равно не могу. — Почему? — Потому что все драконы предпочитают уединение. Драконы умны и могущественны. Как думаешь, таких легко найти? — А другие разумные магические существа, они же где-то есть. Существуют же какие-то школы, о которых ты упоминала, где учат не только человеческих детей, но и таких, как я. — Да, такие есть, но... — Отведи меня туда. Или расскажи, как туда добраться. С энтузиазмом попросил дракончик. — Пожалуйста. — Что? — Когда о чем-то просишь, то нужно добавлять «пожалуйста». Терпеливо пояснила я. Просить о чем-то, не добавив это слово, считается невежливым. Вежливым существам намного проще поладить с другими. — Я не прошу, — удивился дракончик. — Я заключаю сделку. Разве это не сделка? — Но мы с тобой ни о чем не договаривались, какая же это сделка. — А разве ты помогаешь мне не для того, чтобы я дал тебе свою кровь? — И как такие страшные вещи могут вылетать из уст ребенка? — Или ты хочешь отпилить мои рога? Пока я молодой, они, наверное, еще отрастут. — Стой, стой! — прервала я эту жуткую речь. — Зачем мне твоя кровь или рога? Почему ты решил, что они мне нужны? — Кровь дракона усиливает магическую силу, а рога можно использовать как универсальные накопители. И если они тебе не нужны, то что тебе нужно от меня? — Или ты хочешь использовать мою силу, чтобы я устраивал катаклизмы и убивал просто так? — Взгляд дракона стал настороженным. Я видела, как он напрягся. Стоило бы мне двинуться, и он убежал, вылетел в окно, не обращая внимания ни на что, и снова бы попался людям. Или не попался, но тогда бы многие пострадали. Поэтому я осталась лежать неподвижно. — Ничего из того, что ты перечислил. Почему ты вообще решил, что я хочу кровь, рога или что-то подобное, если мы об этом даже не разговаривали? — Спросила я. — Но как же? Растерялся дракончик. Тот человек всегда говорил, что если я что-то хочу, то должен отдать свою кровь добровольно. Поэтому я менял кровь на еду или питьё, когда становилось очень-очень... Но это не значит, что я слабовольный. Тут же вскинулся ребёнок, а я едва не заскрейжетала зубами. Таких подробностей о заключении дракончика я не знала. — Я считал, что все люди так делают, и ты сама предложила меня накормить, значит, ждёшь, что после еды я дам тебе свою кровь. — Вот именно, сама предложила. Разве я говорила о каком-то обмене? Спокойствие мне давалось с трудом. Должен же быть предел сумасшествия того двинутого аристократишки. — Но когда мне давали еду заранее, потом всё равно забирали кровь, и я думал, что у людей и драконов всегда так. Оправдывался дракон, нахмурившись. — Тот человек меня обманул, да? Никто не меняет кровь на еду. — Да, тот человек тебя обманул. Это был сумасшедший человек, потому что ни один нормальный человек не попросит такого. С облегчением подтвердила я, заметив, как расслабился дракон. Я нормальный человек, поэтому мне ничего такого не нужно. — Если он меня обманул, получается, что я глупый дракон. Пробормотал этот ребёнок себе под нос, уцепившись за одну фразу. — Да нет, глупости глупых драконов не бывает. Я не выдержала и положила руку ему на голову, осторожно погладив между рожек. — Ты не глупый. Твоих знаний было недостаточно, поэтому тебя обманули. Но в том, что ты мало знаешь, твоей вины нет. Да ты и сам сказал, что драконы глупыми не бывают, верно? — Верно, человек. Настроение дракончика тут же улучшилось. Я умный дракон, просто у меня мало знаний. Поэтому я хочу пойти в школу, где обучают таких, как я. Ты проводишь меня, человек? Проводи меня туда. — Пожалуйста. Все-таки драконы учатся быстро, намного быстрее обычных детей и даже быстрее некоторых взрослых. Но неправильное воспитание и трудную жизнь, к сожалению, несколькими разговорами и объяснениями не перечеркнуть. Только скажи, что ты хочешь, человек. Я решу, могу ли я тебе это дать в обмен. А если я скажу, что ничего? Ты врешь, человек. Но это нормально. Все люди врут сначала, а говорят правду лишь в самом конце. Но тебе придется сказать мне правду. Иначе я уйду, а ты все равно ничего не получишь. Дракончик выпятил грудь и строго посмотрел на меня. Это невыгодно. С учетом того, что я все еще продолжала его поглаживать по голове, а суровости в нем не было ни капли, то получилось на редкость неубедительно и комично. Но не обижать же этого мудрого, волевого и умного дракона, который совсем не маленький. Хорошо, мне и впрямь кое-что от тебя нужно. Что? Что это, человек? Видишь мой черный камзол? Перекрась его в красный. А? Дракончик за недолгое время удивлялся не раз, но такого шокированного выражения на его мордашке я еще не видела. То есть ты просишь дракона, который может фактически все, просто перекрасить твою одежду в красный цвет? Не хочу скучный черный цвет. Капризно протянула я, убирая, наконец, руку с головы дракончика. А сделать это было непросто. Уж больно приятной на ощупь оказалась чешуя. А найти здесь яркий красный невозможно. Человек, ты просишь какую-то глупость. Ты хочешь меня запутать? Ты когда-нибудь общался с женщинами или девушками? Спросила я. Нет, ни разу. Ты хочешь сказать, что им свойственно просить о глупых вещах? Это тебе они кажутся глупыми, а для меня вполне разумны. У нас разные точки зрения, поэтому нельзя говорить о ком-то, что он хочет глупость. Понимаешь? Более того, такой обмен равноценный. Ты странная. Ты очень, очень странная. Но я тебя понял, человек, и я согласен на твои условия. Торжественно объявил дракон. Мы заключили сделку. Ты доведешь меня до школы, а я перекрашу твою одежду в красный цвет. А когда мы пойдем в школу? Она далеко? Как она выглядит? Кто там будет? Чему там учит? Кажется, дракончик вернулся к своему нормальному уровню любопытства. Отвечать на поток вопросов та еще морока. Но лучше уж это, чем выяснять подробности пребывания этого детеныша в тюрьме. Школа, да. Я, конечно, назвала это школой, но больше это заведение походило на военную академию. Там обучали магических животных и некоторых монстров, которые признавались неопасными и поддающимися обучению для сотрудничества с людьми. Военными людьми. По сути, магических животных дрессировали как собак. Вот только собаками они не были. Даже те, кто не являлся монстром, были умнее обычного животного. Хотя там обучали магии, учили различным языкам, но потом могли отправить на войну или в разведку. Я не очень хотела везти дракончика в такое место. Второй вариант мне показался более подходящим. Приют при церкви, где монстров воспитывали до того, как им исполнится 15. Там учили писать и читать, рассказывали основное о мире и странах. Но, разумеется, никакого обучения магии не было. Зато потом можно было просто уйти. Но так или иначе, у жизни в приюте будет минус. Дракончику придется притворяться кем-то другим. Хоть виверный, хоть котом, хоть единорогом. Потому что драконам вход запрещен. Не только в город, но и во все подобные заведения. Об этом я долго и обстоятельно рассказывала дракончику, который слушал меня и хмурился, явно над чем-то размышляя. Человек, давай посмотрим оба варианта. Я не могу принять решение, основываясь только на рассказе. Я понимаю, что мы договорились. Что ты проводишь меня только к одной школе, а не к двум. Потому для тебя сделка уже не так выгодна. Поэтому я кое-что придумал. Я покрашу в красный цвет не только твой камзол, но и всю тебя. Глава третья В тот день мы так и не дошли до школы. Хоть она была и недалеко, на другом конце города. Город, конечно, был немаленьким. Но это все равно ближе, чем церковный приют, который находился в двух днях пути. А не дошли мы по двум причинам. Внезапно начался ливень за окном, и этому ливню вторил дракон, от всей души поливая слезами четвертый горшочек с мясом. Я вздохнула и спросила, неужели невкусно? Еда была отличного качества, добротно протушенное мясо с минимум специй, свежий хлеб, который подавали бесплатно к любой еде, и кувшин чистой воды отлично дополняли основное блюдо. Приборы, тарелку, вилку, ложку, нож и стакан пришлось разделить по-братски. Почти. Вилка и нож достались мне, все остальное дракончику. Теперь он сидел на столе, накладывал при помощи своего хвоста и ложки мяса из горшка в тарелку и ел. Шумно, время от времени урчая, облизываясь, но довольно аккуратно. Но вот над последним горшком он почему-то стал лить слезы. — Вкусно! — протянул дракончик. — Тогда почему ты плачешь? — Больше не лезет! — всхлипнул детеныш. — А тут еще много! — Так потом доешь? — вздохнула я. — Как потом? — недоуменно спросил дракончик, душераздирающий всхлипнув. — Потом ты все выкинешь и больше мне ничего не дашь. — Зачем мне выкидывать хорошую еду? — я удивленно приподняла бровь. — И что за больше? — Лучше бы не спрашивала, знала же, что ничего хорошего не услышу. Будь я чуть более чувствительна, то после всех рассказов дракончика поливала бы мясо слезами за компанию. Дракон на минуту растерялся, а потом пробормотал. — И еду, которую не доел, можно оставить, да? Но мне всегда говорили, что раз я что-то не доел, то не ценю еду, которую мне дают. А это значит, что в следующий раз мне ничего не дадут, чтобы я ценил еду. Там еда была невкусная, не так жалко, но это очень-очень вкусное. Я не хочу ее выкидывать. Когда я еще смогу поесть? — Так мы и не будем выкидывать, а поешь ты завтра, с утра, вместе со мной, — вздохнула я, заканчивая со своим горшочком с мясом. Ела я сегодня необычайно долго, потому что детеныш, пусть и был увлечен трапезой, но все равно постоянно что-то спрашивал, не давая мне сосредоточиться. — Тот человек и в этом мне соврал, да? Нахмурился дракончик, а потом глянул на полупустой стакан с водой. — Я могу есть, сколько хочу, а когда не хочу есть, то могу не есть. — Да, — ответила я, доливая воды из кувшина. — Лживый человек, он самый лживый из всех людей. Лживые люди — худшие люди на Земле, — возмущенно сказал дракончик, прежде чем приложиться к стакану с водой. — Человек, ты часто врешь? — Часто. Но тебе я постараюсь не врать, потому что очень хочу получить камзол красного цвета. — Спокойно, — ответила я, собирая пустую посуду на поднос. Горшочек с оставшимся мясом я поместила в специальный маленький закуток, где магически поддерживалась более низкая температура. Обычно там ставили воду летом, чтобы всегда пить слегка прохладную, но и для мяса, думаю, это место отлично подходило. — Вот здесь твоя еда. Если захочешь, можешь достать. Дракончик ничего не ответил, после еды был вялым и сонным. Казалось, что он заснет прямо на столе, хотя он уже почти спал. Но не мудрено после такой порции. Тем более уверенно, что в той тюрьме его держали впроголодь. На столах никто не спит, спят на кроватях или в таких же подходящих местах. Вздохнула я, но меня проигнорировали. Пришлось разбирать постель и переносить спящего дракона прямо на нее. Не то, что я очень хотела с кем-то делить кровать. Я привыкла и любила спать одна, когда можно и морской звездой раскинуться, и поперек улечься. Но не могла же я и впрямь оставить детеныша спать на деревянном столе. Я устроила его поближе к стенке, прикрыв одеялом. Убрав посуду за дверь, умывшись и переодевшись, я обнаружила дракончика, лежащим отнюдь не у стены, а ровно-ровно по центру. И он весьма сладко дрых, только голова торчала из-под одеяла. Я попробовала аккуратно его подвинуть, но на меня то ли заурчали, то ли заворчали. Присев на кровать, я вздохнула и решила попробовать улечься, не сдвигая дракона. Конечно, мне было немного жалко будить малыша, но куда больше опасений у меня вызывал тот факт, что в меня с просонья могут и огнем плюнуть. В целых безопасности пришлось обустраиваться так. И лишь почти заснув, я поймала мысль, что дракончика следовало искупать, прежде чем укладывать спать. Дракончик Как тебе, человек? Я хорошо выгляжу? Дракончик вертелся передо мной елой. Да, вполне. Согласилась я, не смея сказать правду. Мы собирались идти в школу для магических существ. Во время завтрака пришлось подробно объяснять дракончику, почему нельзя появляться в его истинной форме, а нужно замаскироваться. Притворяться виверной, похожей по окрасу на драконов, но не обладающей их разумом, ребенок отказался напрочь. А вот на химеру с горем пополам согласился. Химеры были разумны и относились к монстрам, а не простым магическим животным. А это означало то, что дракончик сможет разговаривать. Да и маскироваться под химеру было проще. Надо было всего лишь перекрасить шкуру в разные цвета. Дракончик и перекрасил. Выбрал серый, чуть более светлый серый, чуть более темный и добавил красного. Тогда почему ты так странно смотришь, человек? Никогда не видела химер красного цвета. Ответила я честно. Красный цвет красивый. Химеры обычно некрасивые. Но с красным цветом я буду казаться более красивым. Верно? Я дракон, который притворяется химерой. И если уж я притворяюсь химерой, то я хочу притворяться красивой химерой. Возвестил детеныш. И мы, наконец, покинули мою комнату, направившись к школе. Человек, а почему кругляши, то есть монеты, разного цвета? Поинтересовался дракончик. Расскажи. Пожалуйста, добавляй пожалуйста, сказала я дракону. Пусть он со мной и недолго. Но хотя бы основам вежливости я его научить успею. Главное самой об этой вежливости не забывать и контролировать свою речь. Теперь, когда дракончик выглядел как химера, то и разговаривать мог свободно, не вызывая излишнего любопытства. Сначала он шел рядом, но когда вошли на рынок и стало больше людей, то пришлось взять его на руки. Пожалуйста, расскажи, человек. Тут же исправился этот ребенок. Потому что у них разная ценность. Одна серебряная монета – это сотни медных. Одна золотая монета – это десять серебряных. И за разные монеты ты можешь купить разные вещи. Например, хлеб ты можешь купить за три медные монетки или чуть больше. Но никогда хлеб не будет стоить одну серебряную монету. По цене есть ограничения. А почему хлеб стоит не одинаково? Потому что хлеб разный, – ответила я, и, заметив, что это почти ничего не объяснило дракончику, поискала глазами прилавок с хлебом. Подойдя к нему, я начала объяснять. Видишь, хлеб различается. Белый будет дороже черного. Пирог, хлеб с начинкой, будет дороже белого хлеба. Булочка дешевле, но она меньше по размеру, поэтому в пересчете выйдет дороже. – А это вкусно? – поинтересовался дракончик. – То, что стоит дороже, вкусно? – Обычно да, – ответила я. – У меня весь хлеб вкусный, госпожа. Передо мной показался пекарь, а потом принялся рассказывать про свой товар. Сама бы я уже давно отошла, но вот дракончик слушал с таким живым интересом, что пришлось задержаться. Мы успеем дойти сегодня до школы или нет? – Дракончик, несомненно, был мил, прекрасен и наивен, но я не планировала его приручать, воспитывать или заботиться о нем больше необходимого. – Человек, давай вернемся сюда, когда посмотрим школу. Ты мне купишь булочку, а я сделаю что-нибудь взамен. – Хорошо, но ты мог меня попросить, добавив «пожалуйста». Тогда нам нужно поторопиться, чтобы успеть, – сказала я, мысленно радуясь возможности ускориться. Тебе понадобится время, чтобы осмотреть школу, понимаешь? – Понимаю. Я постараюсь сделать все быстро, чтобы вернуться к булочке. – А после того, как тебе дадут булочку, тебе будет нужно сказать «спасибо». Хорошо? – Хорошо, человек, я понял. Я буду говорить «пожалуйста» и «спасибо», когда нужно. Ты же расскажешь, когда нужно? – Конечно, я расскажу. До школы мы дошли намного быстрее, чем я рассчитывала. Дракончику было интересно все вокруг, но он ограничивался лишь постоянными вопросами. Я мысленно воздала благодарность булочке. Если она способна умереть любопытство этого ребенка хотя бы на полчаса, то я готова хоть все деньги потратить на булочки. Школа и впрямь походила на военную академию. Серое здание, напоминавшее казарму, тренировочный плац, тишина и пустота вокруг. И охранник возле входа. Строгий мужчина в плаще с отметками охотника. Это мне не понравилось. Уж кого я в этом мире особо не любила, так это охотников за магическими существами. Нет, среди них встречались и нормальные ребята. Вот только большинство – двинутые на поимки магических зверей монстров-фанатики. Изначально профессия была создана для защиты людей от агрессивных животных. Потом как-то все резко превратилось в наживу, а после и вовсе – в развлечения и соревнования. А ведь те же монстры разумны и ничем не отличаются от обычных людей, кроме внешнего вида. «Кто это тут у нас? Несете сдать химеру? У нас на химер отличные цены!» – сообщил охотник, когда мы с детенышем подошли. «И какую интересную нашли? Мутировала, что ли? Над такой красавицы мы даже бракованную примем!» «Доброго дня, господину!» – сказала я, несмотря на то, что мне совсем не понравилась фраза мужчины. К счастью, дракончик был слишком увлечен рассматриванием ворот школы, поэтому не обратил на эту речь ни малейшего внимания. Настораживало, что с ним, пусть и притворявшимся химерой, обращались как с вещью. Когда я собирала информацию об этом мире, то эта школа преподносилась совершенно иначе. Здесь обучили монстров и прочих магических существ. Ни о каких продажах речи не шло. Мысленно прикинув свои денежные запасы, я максимально вежливо сказала. «Нет, я хотела записать химеру на обучение, уважаемый господин. Вы же проводите такое обучение, верно?» «Это дорого», – тут же заметил мужчина, демонстративно оглядывая мою одежду. «Очень дорого». «Не имеет значения», – вежливо улыбнулась я. «Пожалуйста, расскажите, как мне записать мою химеру на обучение. Я буду вам очень благодарна за это». «Ну, смотрите, в листовке все есть», – буркнул охранник, теряя ко мне всякий интерес. «Вон туда, налево вход, там расскажут, что и как». Я уставилась на листовку вместе с драконом. Что же, цена и впрямь немаленькая. Но лучше заплатить и спать спокойно, зная, что дракончик будет свободным, чем потом совесть меня замучает. А деньги… Деньги я заработаю. Когда мы уже прилично отошли от охранника, дракон заметил. «Этот человек странный. И школа странная». «Тебе здесь не нравится?» – спросила я, искренне надеясь, что ребенок откажется, и мы попытаем счастье в приюте. «Откуда я могу знать, если почти ничего не видел?» – возразил дракончик. «Ты считаешь меня глупым, человек? Думаешь, что я должен судить о таких вещах поверхностно?» «Нет, не считаю, я спросила, и все». Ребенка мой ответ, казалось, полностью удовлетворил. А потом мы дошли до приемной. Неказистый внешний вид здания не соответствовал внутреннему оформлению. Вход был роскошный. Вдоль стены ряды стульев с мягкой подушечкой, а в конце коридора – стол, за которым сидел человек, окруженный бумагами. Он представился помощником управляющего, сразу предложил нас записать на обучение. А дальше начались формальности – зарегистрировать дракона химерой, хорошо, хоть что документы не спросили, записать на обучение, что делать, если не понравится и захочу забрать. Мы разменивались вежливыми реверансами с помощником управляющего не менее получаса. В итоге сошлись на приемлемом варианте. Я плачу за неделю обучения, и если меня все устраивает, то химера остается на обучение. Дважды этот человек сбивался на слово «дрессировка», но вовремя исправлялся под мое вежливое покашливание, а я сразу выплачиваю всю сумму. Тогда по рукам, госпожа, вот ваш договор. Благодарю вас, сказала я и, внимательно прочитав бумажку, поставила свою подпись. Только я сегодня заберу свою химеру через два-три часа, а он пока пусть тут осмотрится. Это допустимо? — Конечно, — ответил мужчина, а я словила его недоуменный взгляд. — У вас довольно разумная химера, да? — Да, я очень умный химер, — гордо заявил дракончик. — Умнее всех других химер. Можешь идти, человек, я буду ждать тебя через три часа. Ты обещала булочку. — Да-да, я помню. Как только ты осмотришься здесь, то я сразу приду и заберу тебя, чтобы ты мог съесть булочку. — Чуть тише, — сказала я. — Ох уж эти сумасшедшие женщины привязываются ко всякому зверью. Лучше бы детишек рожали и сидели по домам. Пробромотал себе под нос мужчина. А то булочку надо зверью, пороть его надо, а не булочку. — Эй, мой человек не сумасшедшая, — возмутился дракончик. — Сам ты... Я вовремя закрыла рот ребенка рукой, чтобы тот не наговорился глупостей, чуть повернула голову в его сторону и прошептала. — Не забывай, ты должен быть вежливым. Если ты будешь вежливым, то тебе будет гораздо проще поладить с другими. А если ты будешь ладить с другими, то твоя жизнь будет проще. Понял? Не нужно ругаться на других. Все можно решить мирно. Дракончик закивал, явно соглашаясь со мной, после чего я пересадила его со своего плеча на стул. Через три часа я вернусь, — сказала я дракону, а потом повернулась к заместителю управляющего. И буду очень надеяться, уважаемый господин, что ваши слова были всего лишь шуткой. Видите ли, уважаемый господин, у меня ужасное чувство юмора. По крайней мере, так мне говорили все мои знакомые. Вдруг я пошучу. Я положила ладони на стол и позволила легкой изморозе в мгновение ока покрыть столешницу. И повторилась. Вдруг я пошучу, а вы мою шутку не переживете. Поэтому я очень надеюсь, что мы обойдемся без шуток. Я постаралась улыбнуться как можно более теплой, почти материнской улыбкой, чтобы выразить всю возможную меру беспокойства о его здоровье. Да-да, госпожа, я вас... понял. Прошу извинить, я сказал, не подумав. Благодарю, уважаемый господин. Ответила я и подошла к дракончику, чтобы совсем тихонечко шепнуть ему. Вот видишь, что делает вежливость. Как быстро мы все решили. Человек, мне кажется, что тут дело не в вежливости. Продолжение следует...